Проблема обманутых дольщиков больше не должна коснуться Самарской области. Губернатор Николай Меркушкин поставил задачу вовремя принимать все меры, чтобы предотвратить появление новых проблемных объектов. Вопрос противодействия преступлениям в сфере долевого строительства стал сегодня главным на первом в этом году заседании постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в регионе. Напомню, ранее губернатор обозначил требование уже в этом году полностью решить проблемы всех, кто вложил деньги в строительство жилья и не получил квартиры. За последние два года список обманутых дольщиков сократился в разы, восстановленных в правах 11,5 тысяч пострадавших. Однако есть сведения, что в Тольятти могут появиться еще три проблемных объекта, заниматься которыми будет намного сложнее из-за более жестких требований к бюджетным расходам. Впрочем, сегодня существует целый ряд прецедентов, когда недобросовестные застройщики стали получать реальные сроки наказания, тогда как еще 2-3 года назад руководитель строительной компании, обманувший несколько сотен человек, мог отделаться штрафом в 200 тысяч рублей. Только в прошлом году до суда доведены 4 уголовных дела. На данный момент в производстве находятся 8 уголовных дел. Есть опасения, что могут появиться новые точки, где снова надо будет разбираться. И не исключается, что придется снова потом тратить эти бюджетные деньги. Я речь веду про все, Сергей Игоревич, о Тольятти, что есть сигналы оттуда. Это сигналы оттуда, прежде всего. И, конечно, для того, чтобы искоренить, для того, чтобы было понятно, что по этому пути нельзя никому идти, потому что, если он конец будет один, он или должен отвечать перед законом на суде, или, если он должен сделать все для того, чтобы люди не пострадали. По итогам совещания губернатор поручил силовым ведомствам и органам госвласти усилить работу по выявлению фактов мошенничества в сфере долевого строительства и особое внимание обратить на нарушения на ранних стадиях. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!